всем привет сейчас я приготовлю кулич рецепт простой булка будет очень вкусная и сейчас я расскажу что мне для этого нужно молоко тепло 38 примерно градусов сливочное масло мука сахар ванильный сахар соль одно яйцо 2 желтка и немножко цукатов вяленая клюква курага и конечно же дрожжи я использую сухие но можно если что и прессованные еще не для рецепта нужно нормально все будем использовать цедру лимона можно еще цедру апельсина цедру лайма что хотят что было так сказать насыщенно ярко вот поэтому погнали первом этапе надо сделать опару я беру от общего количества сахара одну ложку высыпаю все дрожжи вот и взбиваю сразу венчиком теперь сюда добавляем 3 ложки муки хорошенько перемешиваем накрываем пленкой и оставляем теплое место на минут 30-40 вот наша пара поднялась все вот такая вот густая масса сейчас дрожжи начнут работать обязательно в теплое место обязательно накрываем пленку либо полотенцем все их тепленькое место все теперь в это время в это время я беру яйца буду тесто готовить в миксере и сахар и начинаю взбивать так я поменял венчик взбиваем яйца с сахаром до вот такого вот состояния я достану покажу ну вот добила и оставляем пока в сторону и ждем пока опара поднимется чтобы это все смешать вот все опара у нас подошла и сейчас я ее буду смешивать со взбитыми яйцами и вмешивать туда потихонечку муку и тем самым мы замешаем на тесто вот наша опара она уже начала оседать 40 минут прошло и вот как-то вот так вот у вас должно получиться вот яйца у нас взбитые отлично и я сюда просто беру вот так вот и ввожу нашу опару включаем и сейчас перемешиваем все хорошо спавим муку по ложке все теперь видим вот такой вот плотненький комок теста вот он не липнет к рукам это уже немаловажно и теперь сворачиваю в ровненький такой шариком сейчас я его положу в миску которую закрою пленочкой чуть-чуть смажу маслом и оставлю в тепло на часика где-то полтора чтобы оно подошло и потом сделаю обминку и и вмешаю сливочное масло с цукатами в общем полтора часа полтора часа спустя вот у нас тесто уже приподнялась и сейчас я его буду немножко обминать обмяли хорошо тесто и сейчас в него я буду вкатывать сливочное масло берем вот так вот просто сейчас такой будет чуть долгий процесс ее надо вмешать так чтобы она полностью соединилась и тесто было вновь однородно вот ничего страшного то есть она сейчас будет разрываться уже начинает скатываться шарик и отлипать все то что прилипло вот поэтому я говорю что муку пока подсыпать не надо было все вот на шарик есть берем скалочку раскатываем можно тоньше объясняю почему сейчас мы будем посыпать сливочными и сверху натирать цвет и потом заново собирать все это в шарик вот поэтому надо чтобы она все равномерно распределилась по нашему тесто отлипает вообще идеально потому что масла здесь много берем и сверху так не сильно много просто добавляем цедру лимона при выпечке это цедра даст очень сильно насыщенный аромат и добавить вкуса все теперь теперь мы просто берем так сворачиваем свернули немножко еще так вот раскатали будет форма для выпечки вот такая прямоугольная стеклянная и сейчас я вот наш непосредственно колбаску эту беру вот так вот и разрезаю потом расскажу почему так вот не до конца теперь берем так вот так вот между собой соединяем ведь такая плетеная получилось и теперь закидываем ее сюда и ставим теплое место на расстойку на минут тридцать и потом будем выпекать 40 минут в тепле на расстойке вот он увеличился сверху чуть-чуть смазываем маслом ставим 170 175 градусов 35 минут вот пока кулич запекается сделаю для него сверху глазурь такую быструю ногу два белка 150 грамм сахара и чайная полная ложка с горочкой разрыхлите вот сразу растираем белки сахаром потом будем взбивать на водяной бане и в конце можно добавить немножко сока лимона для блеска и для плотности такой немножко длительный процесс ничего подождем печь почти готова ну вот уже 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 почти еще буквально чуть-чуть вот пить она не падает получается убираем сюда вот ой красота сейчас сюда я добавлю немножко сока лимона и и наша глазурь готова 35 минут 175 градусов и потом 160 градусов еще минут 12 14 можно было смело добавлять я добавил сверху такой румяный может нормально не пригорело ты тут конечно клюков кумел беру вот лично мне здесь не надо и будем сейчас пробовать доставать ой о красота горячий еще пипец просто вот теперь вот пахнет конечно космически вот но пока не буду так теперь мы его сверху сейчас покроем шапочки такой лазурью наш теперь самое интересное берем горелочку и сделаем вот так очень быстренько увидите как он поменяется очень быстренько увидите как он поменяется вот какая хорошla что т просто об по good Ну вот смотрите, уже, да, он офигенно преобразился, прям вообще. То есть так, мы нажимаем, сверху немножко такая хрустящая, то, что я обжег, а внутри она становится такая тягучая. Когда еще он остынет, эта нога тоже еще застынет, и она будет вообще такая тягучая, это прям очень круто. Но я хочу еще украсить, мне мало. И сверху я добавлю немножко свежей клубники. Вдавливаем. Ой, как красиво разрывается. Так, я еще немножко хочу сверху чуть-чуть еще декора, буквально вот так вот, миндальную стружку. Ее, кстати, можно обжарить, либо тоже немножко обжечь. Вот, буквально чуть-чуть. Там сильно много не надо. Камера, мотор. В общем, вы все видите. Ну честно, это круто. Прям вообще. Я доволен. Я еще, конечно, его разрежу, вы разрез увидите. Самое главное, дайте ему остыть. И нарезайте немного остывше, потому что горячее нарезать не очень хорошо. Потому что тесто еще будет такое, ну, в комочки сбиваться. И мы не получим того, что хотим. Готовьте вместе со мной. Подписывайтесь, ставьте палец только вверх. В общем, всем спасибо, всем пока и всем вкусной Пасхи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok